Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы с вами познакомимся с замечательной писательницей, автором увлекательных детских книг Холли Веб. Писательница живет в Бергшире, Англия, с мужем и тремя сыновьями. Еще у нее есть кошка Марбл, которая всегда суетится вокруг, когда Холли набирает тексты своих будущих книг на ноутбуке. В детстве Холли Веб отличалась большой любовью к животным и очень богатой фантазией. Холли Веб начинала свою писательскую карьеру как редактор детских книг. Еще во время учебы в университете она устроилась на небольшую должность в издательство, которое специализировалось на детской литературе. Первую серию книг она написала для издательства, где работала. С тех пор из-под ее пера вышло более 60 книг. По итогам 2016 года она вошла в десятку самых популярных в России детских писателей. Тогда за год в этой стране было издано 97 ее книг, общим тиражом 595 тысяч экземпляров. Целевая аудитория серии книг Animal Stories девочки и мальчики от 6 до 10 лет. В 2013 году Веб представил публике новую серию Animal Magic, предназначенную уже для девочек и мальчиков постарше от 8 до 13. Серия книг Добрые истории о зверятах стала настоящим бестселлером в России. Каждая новинка неизменно пользуется высоким читательским спросом. Каждая книга серии не только рассказывает увлекательную добрую историю, но учит ребенка о чуткости, ответственности и заботе. Известность и любовь эти прекрасные книги приобрели в том числе и из оформления. Трогательные милые обложки, которые так и хочется взять в руки. Большое приключение маленького щенка. Это книга из серии Animal Stories или Добрые истории о зверятах. Щенок Гарри впервые вышел на прогулку и тут же потерялся. Он побежал за своим мячиком и вдруг оказался в совершенно незнакомом месте. Бедный Гарри не знает, как ему вернуться домой. Но мир не без добрых котов. Сможет ли уличный кот помочь щенку, потерявшему дом? Эта прекрасная книга будет интересна малышам. Она содержит красивые, большие, яркие иллюстрации и не очень много текста. Книга написана простым языком. Очень увлекает и детей, и взрослых. Учит доброте и взаимопомощи. Серия книг Animal Magic или Рождественские истории. Они реалистичны, учат детей внимательности, отзывчивости и доброте. А еще тому, что под Рождество все желания непременно сбываются, даже если кажется, что это совсем невозможно. Это трогательная и милая история Холливеп о детях и животных в красивом оформлении. Вы узнаете о некоторых из них, которые есть в нашей библиотеке. Покатай меня, медведица. Сара любила слушать рассказы дедушки про Арктику и эскимосов. Девочка мечтала там побывать и увидеть все эти чудеса собственными глазами. Они с дедушкой даже построили маленькую иглу «Эскимосский дом из снега». Но Сара и не думала, что спрятавшись в этой иглу под Рождество, она выберется из него прямо в Арктику. Здесь невероятно холодно. И еще есть совсем маленький медвежонок, потерявший маму. Не сразу Сара понимает, что оказалась внутри дедушкиной истории. Но та история закончилась не очень-то хорошо. И теперь первое желание Сары помочь медвежонку найти его маму. А на Рождество все желания сбываются. Волшебная фигурка. Это очаровательная зимняя сказка для любителей животных и путешествий во времени. Это сказочная история про смелость и дружбу между человеком и животным. Малышка Лотта и олененок Карл не оставят вас равнодушными. Погрузившись в чтение книги, можно узнать много интересных фактов о жизни северного народа. А подробное описание мест дает точную картинку воображению. Прабабушка Лотти была настоящей сказочной героиней. Она ездила в санях, запряженных оленем, как Санта Клаус. Послала олене стадо, отгоняла от него волков и даже сама шила себе одежду. Девочка мечтала хоть одним глазком взглянуть на эту волшебную жизнь, и ее желание сбылось. Во время празднования юбилея прабабушки Лотти вдруг переместилась в прошлое на 80 лет назад. То самое место, знакомое по истории. И чтобы вернуться домой, девочке нужно совершить рождественское чудо – найти маму маленького олененка Карла. На обложке книги вы увидите, будто бы переливается снег, а внутри белая бумага и крупный шрифт очень красивые иллюстрации. Пес по имени Шторм. Девочка Тили ехала в гости к прабабушке и заснула в электричке. И ей приснился такой сон, очень странный и реалистичный, будто бы Тили оказалась на месте прабабушки, когда та была девочкой. Скоро Рождество, за окном жуткий буран, а Тили должна добраться от занесенной снегом уединенной фермы до деревни и найти врача. Из помощников у девочки только пес Таран, чье имя с Валийского переводится как Шторм. Ну что ж, через Шторм вместе с псом по имени Шторм. Эта книга о чучуткости, любви, доброте и ответственности. Крупный шрифт, красивые черно-белые иллюстрации, увлекательная история понравится как тем детям, которые уже любят читать, так и тем, у которых навыки чтения еще не закрепились. Как подружиться с лисенком? Касси, тихая и спокойная девочка, которая живет в Лондоне, смогла подружиться с лисами, живущими возле ее дома. Особенно ей приглянулся один лисенок, самый рыжий и с белым-белым кончиком хвоста. Девочка назвала его огоньком и часто подкармливала. Однажды ночью Касси заметила внизу лисенка. Было очень холодно, и девочка решила, что он голоден. Она взяла немного еды и спустилась вниз. На некоторое время Касси с другом лисенком переносится в другую жизнь, в средние века на знаменитую ледовую ярмарку на Темзе. Повествования довольно неспешные. Подробно описаны чувства и мысли Касси, внешности и повадки лисенка-огонька. В книге также затронута тема доброды и взаимопомощи между людьми. Возвращение в таинственный сад. Это первая книга из серии вдохновляющей книги от Холли Веб. Книга будет интересна для ребят постарше. Главная героиня Эмма живет в Лондоне в приюте. Ее единственная подруга – черная бродячая кошка Люси. Когда приют эвакуирует из Лондона в богатое поместье в глубинке Англии, строгие воспитательницы не дают Эмме взять кошку с собой. Огромный старинный дом внушает ей страх. Эмма чувствует себя здесь одиноко. Но однажды ей в руки попадает дневник. Дневник девочки, жившей в этом поместье, в котором рассказывается про некий таинственный сад. Интересно, существует ли он на самом деле? Или это все выдумки автора дневника? История захватывает с первых строг, так что невозможно оторваться. Всем поклонникам Холли Веб рекомендуем эту книгу. Истории Холли Веб всегда позитивны и жизнеутверждающие. Британская писательница точно знает, как увлечь маленьких читателей. Приходите за книгами в библиотеку, читайте. Спасибо за внимание. До новых встреч!